Пока мы кровь проливали, воюя с Гитлером, союзники отсиживались и пришли уже на готовенькое, чтобы успеть к дележу Европы. Вполне возможно, что в новом учебнике отечественной истории эта версия станет основной и за сомнение в ее подлинности будет грозить уголовный срок как за искажение истории, принижение великой роли нашего народа в борьбе против фашизма и прочее. На самом же деле именно союзники спасли Советский Союз от разгрома. И второй фронт. На самом деле, первый, англичане с французами открыли 3 сентября 1939 года, объявив войну Германии. В то время, как СССР выступал союзником Германии, поставляя ей нефть, хлопак, зерно, бензин и другие стратегические товары, необходимые для введения войны. И вместе с Германией воевал против Польши, несмотря на польско-советский договор о ненападении, действовавший до 31 декабря 1945 года. И подписывал соглашение о дележе Европы, кокетливо называемые Пактом Молотова-Риббентропа. На самом деле это, конечно, Пакт Сталина-Гитлера. И несмотря на быстрый разгром Франции, англичане не испугались войны с Гитлером практически в одиночку. Мы пойдем до конца, мы будем сражаться во Франции, мы будем сражаться на морях и океанах, мы будем сражаться с растущей уверенностью и растущей силой в воздухе, мы будем защищать наш остров. Чего бы это нам не стоило, мы будем сражаться на пляжах, мы будем сражаться на местах высадки, мы будем сражаться в полях, на улицах, мы будем сражаться на холмах, мы никогда не сдадимся. И в одной только битве за Британию, 9 июля, 30 октября 1940 года, англичане уничтожили более 1700 немецких самолетов. А в битве за Атлантику, на которой оттягивались колоссальные ресурсы рейха, союзники потопили более 700 немецких подводных лодок. Подводный флот был элитой Германии, для него не жалели ничего. А каждая подводная лодка, это десятки непостроенных танков и самолетов. Еще один фронт союзники открыли 26 июля 1941 года заморозив все японские активы в Соединенных Штатах и установив эмбарго на поставки нефти в Японию. Тем самым спровоцировав на войну Японию, лишившуюся 95% всей поставляемой в страну нефти. Этим они спасли Советский Союз от нападения японцев на Дальний Восток, что позволило перебросить сибирские дивизии под Москву в самое тяжелое для страны время. Союзники не пустили немцев к ближневосточной нефти, жизненно необходимой для армии рейха. Во время Курской битвы союзники высадились на Сицилии и начали итальянскую кампанию, не позволив Гитлеру перебросить резервы в Россию. И уже в 1943 году союзники заставили Италию выйти из войны. Авиация союзников методично уничтожала промышленность и инфраструктуру Германии, заставляя ее держать огромный воздушный флот в Европе, а страх перед высадкой союзников сковывал серьезные сухопутные силы. С ноября 1941 года к американской помощи по лент Лизу был подключен и Советский Союз. Гарриман, инструктируя делегацию от США, повторял «давать, давать и давать», не рассчитывая на возврат, никаких мыслей о получении чего-либо взамен. СССР получил помощь на 11 миллиардов тех еще долларов, 18 тысяч самолетов и более 11 тысяч танков. 44 тысячи джипов, жуков о помощи союзников, получили 350 тысяч автомашин. До каких машин? У нас не было взрывчатки, пороха. Не было чем снаряжать винтовочные патроны. Американцы по-настоящему выручили нас с порохом, взрывчаткой. А сколько они нам гнали листовой стали? Разве мы могли быстро наладить производство танков, если бы не американская помощь стали? На американских грузовиках мы возили нашу артиллерию. Основным шасси для легендарных «Катюш» стали американские студибекеры. Союзники затыкали своими поставками практически все дыры советской промышленности. Маленькое техническое отступление. Основание танковой башни представляет собой огромный подшипник, вокруг которого находится не менее огромное зубчатое колесо. От диаметра этого подшипника напрямую зависит калибр орудия, который можно разместить в башне. Так вот, во всем Советском Союзе было всего два станка, которые позволяли изготавливать погон башни для орудия калибра 85 мм и выше. Танк Т-34 получил большую башню с 85-мм пушкой только после получения третьего станка. Еще мы от союзников получили много броневого проката для производства танков. Вообще к январю 42-го года от нашей промышленности осталось ровно половина. Очень сильно пострадало производство пороха и взрывчатых веществ. От трех заводов по выпуску алюминия остался один, самый маленький на Урале. Выпуск алюминия требует огромного количества электричества. Поэтому заводы располагались на Днепре и Волхове, возле электростанции. А потом туда пришли немцы. Наша страна за время войны произвела 263 тысячи тонн алюминия, а от союзников получила 328 тысяч тонн. То есть, как минимум половина наших самолетов были из американского и канадского алюминия. Советскому военно-морскому флоту по Лент-Лизу было поставлено более 500 боевых кораблей и катеров. В их числе 28 фрегатов, 89 тральщиков, 78 больших охотников за подводными лодками, 60 сторожевых катеров, 166 торпедных катеров, а также 43 десантных судна. Союзники поставили нам в полтора раза больше автомобилей, чем произвел весь Советский Союз за годы войны. Мы не производили в военные годы свои локомотивы. Американцы поставили нам 1900 паровозов и 66 дизел-электровозов. Американцы поставили нам в 10 раз больше вагонов, чем мы произвели их за военное время. Треть всей взрывчатки. Это помощь союзников. Поставки удвоили наше производство и кобальта и утроили производство олова. Американская тушенка спасла от голодной смерти сотни тысяч наших людей. Мы получили 4,5 миллиона тонн продовольствия. И все это мы получили практически бесплатно. За уничтоженную в ходе боев военную технику США возмещения не требовали. Закон о лент-лизе предусматривал оплату только гражданских поставок, железнодорожного транспорта, электростанций, пароходов, грузовиков и прочего оборудования, находившегося у стран-получателей по состоянию на 2 сентября 1945 года. Американцы несколько раз уменьшали стоимость долга. В итоге к 2006 году Россия погасила свои долги за лент-лиз, частично оплатив 722 миллиона долларов, или около 7%. При этом сегодняшний доллар дешевле доллара 1945 года примерно в 11 раз.